У меня дальше девочек не идут, у меня есть у самой, есть у подружек, даже у учеников. У тебя не хватает просто времени и... Ну конечно не хватает времени. Многое. Да, многое, потому что их на данном фонде уже много. Погай, не вертись! Вообще, после того, как я отсвоила резиночки, нет, я раздеваться не буду, по крайней мере, совсем не буду. Но я хочу показать, что после того, как я отсвоила резиночки, я отсвоила брошки. Да, потому что брошки, они вообще замечательно выглядят. Ну, вообще, как бы, получается, что еще проще, потому что пришить резиночку сложнее, чем пришить эту, ну, в общем, булавку. Вот, поэтому получается, что здесь все очень быстро, поэтому я вот сейчас себя все обвешиваю своими цветочками, потом научу вязать. Вообще, цветочки вяжутся по-разному, но в любом случае, вот эти цветочки, это самые простые, на мой взгляд, и самые такие декоративные. Вот, ну, это так разнообразно. Ну, карьерный придумка. Да, да, вот, поэтому их можно и сюда, и поскольку они вязаны объемно, их можно буквально пришивать и пристраивать даже на куртке. Вот, у меня Олеся и на пуховике носила вот такую большую брошку. Вот, ну, в общем, они, ну, смотря какая пряжа, то есть, вот в центре бусинки, кому как нравится. Вот, то есть, валенчик, вы должны распознать ее для следы. Поэтому, вот, я бы, знаешь, только хотела, что спросить. Вот, есть те, кто не умеет вообще вязать крючком. Да, 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 есть, конечно. Тогда надо, наверное, знаете, как-то сесть, может быть, на две стороны. Те, кто умеет вязать, у тех пойдет быстрее. Потому что я там просто скажу, как. Он учил чудеса какие красивые, я такие вязать не умею совершенно. А ты, Ольга, что-то пойдет? Я думал, мне сказали розочки, я пришла за розочкой. А, это называется розочка. Ну, это не розочка. Ну, в текущих курнах, Диана и Саблина, это вот так и называется. Ну, вообще, как бы вот. Поэтому, вообще, те, кто вообще из отдельной вязать, значит, я думаю, что надо куда-то сесть отдельно, я потрачу больше времени. Давай, 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 короче, сколько петель набирать? Так, набираем пять петель. Те, кто вяжет быстрее, будете ждать терпеть. Я не знаю, как вы набираете, вообще-то на самом деле просто. То есть, мы должны связать колечко из воздушных петель. Воздушных петель пять или шесть? Пять. Обычно пять, где-то шесть. То есть, в разных журналах по-разному. Ну, как правило, для того, чтобы связать резиночку или маленькую брошку, нормально, адекватного размера петель хватает, обычно. Пять или шесть. После этого мы замыкаем ее в колечко. Да. То есть, в последнюю, в самую первую петельку, которую мы завязывали, нужно продеть крючок и просто вытянуть через две получившиеся, одну общую. Получается полустолбик. Получается вот такая маленькая-маленькая петелька. Вяжем каждый раз, когда мы закончили круговой ряд. Для того, чтобы начать следующий, нам нужно связать воздушную петлю подъема, для того, чтобы цветок в одном месте не перекашивался. Поэтому вяжем одну воздушную петлю подъема, и после этого просто продеваем еще одну петельку вверх. Получается вот такая картинка. В эту же. В эту же. В эту же еще одну воздушную петлю. Да, еще одну воздушную петлю. Для того, чтобы цветок не перекашивался. Вот. После этого нам нужно связать пять арок, для того, чтобы получилось пять медисков. Для этого. Что делать? Так. Что-то же за трендел вот так быстро. Чуть-чуть. Так. Да, я тяну. Чуть-чуть. Давай. Воздушная петля – это вот такой круглешок. Воздушная петля – это круглешок. То есть мы вяжем пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. Замыкаем их вот этой вот одной протянутой. И вяжем одну воздушную петлю подъема. То есть вот из этой получившейся. Теперь нам нужно связать пять арок. Мы вяжем еще раз, два, три воздушные петли. И делаем столбик без накида в то колечко, которое у нас получилось. Да. А в какую серединку? Ни в какую – в серединку. Просто делаем серединку. Да, в колечко в самом. Раз, два, четыре. Да. У нас, Оль, по-другому не получается, потому что мы изначально замкнули кольцо. Без столбиков. Просто продернуть. И просто протянуть это теперь. Вытянуть одну штуку. Столбик без накида. Столбик без накида. Пожалуйста. Столбик без накида. Нужно получить 5 арочек. Получится 5 цепочек и 4 столбика без накида, потому что последнюю арочку, когда мы вяжем, мы ее опять замыкаем в кольцо. Для этого мы в ту воздушную петлю подъема, которую связали в самом начале, вяжем соединительный столбик. То есть продергиваем крючок и вытягиваем петлю. Я просто хочу побыстрее, чтобы пойти и посмотреть. Нет, а где ее найти? Посмотрите, у вас выглядит красиво. Вот она пошла, я ее нашла. Вот она первая. То есть у вас вот здесь был, вот здесь столбик, здесь, а вот здесь опять раз, два, три. Раз, два, три. У меня само соединилось. Да, но обычно так и бывает. У меня все само соединилось. Правильно сделала? Замечательно. Получился красивый цветок. О, подожди. А у меня маленький такой получился. А я в целом. А у нас соединяем. Окей. У меня получился маленький. Подожди. Что не получилось у меня? У тебя в целом? У меня не получилось. У меня после кухня руки дрожжи. У меня после кухня руки дрожжи. и сзади вот так вот с этой стороны вяжем без накида и опять цепочка из пяти воздушных петель к середине сейчас подъем вверх а вот телеку и вот за опу раздвигаем и вот как навяжется так я надеюсь а как это 6 и вот каждый лепесточек да и каждый лепесточек в серединку делаем так не ладно 4 5 5 и нижнюю часть лепестка и за работ сейчас навяжем потом продавать пойдем Наталья Петровна мне сегодня позвонила она ведет сегодня туда я ей передала большим привет она похихикала это раздевает нюхлую моторику а соответственно улучшает электронно это шустро это делает вообще но я проявил это все по крайней мере пальца шевелит 17 числа так так теперь почему он вот сюда а кто хочется и посмотреть что ну и что сделать в следующей арке то нужно не осудить ничего не меньше третий ряд столбиков без накида 6 столбиков с накидом и 1 столбик без накида то есть это 1 и 3 терять столбик если охота связать капусту там вот сейчас так как начинаешь так вспомни сколько они стоят я там у Ларисы сидели когда он от рождения я же сгрызла от него он у меня отловился от трес но я знаю что он там но если задерешь не дай бог зачем ты его грызла что я за Ларису так переживала я про ничего а теперь эти соединяйте я говорила что значит что какие даже в руки тянет дядьку мне и шалка за такие деньги ха 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 Продолжение следует...